Добрый день, дорогие студенты! Меня зовут Поршкова Екатерина Владимировна, я доцент кафедры биохимии. Сегодняшнюю лекцию прочитаю вам я. Запишите, пожалуйста, тему сегодняшней лекции. Углеводы. Строение функции переваривания в желудочно-кишечном тракте. Человек издавна сталкивался с углеводами. Это наши основные источники питания. Древние люди ели растительную пищу, потребляли с ней большое количество углеводов, ели мед. На Древнем Востоке широко был известен тростниковый сахар. Ближе к 18-19 веку люди научились выделять сахар из сахарной свеклы. В общем, углеводы с нами всегда. Ну а уж из целлюлозы строят, из древесины строят люди свои и жилища, и корабли с давних до ян. В 1844 году русским химикам немецко-балтийского происхождения Карлом Шмидтом был предложен термин «углеводы». Учеными тогда считалось, что формула общая углеводов – это углерод в некоем количестве и несколько молекул воды. Позже оказалось, что этот термин не соответствует действительности. Есть молекулы углеводов, не попадающие в эту форму. В Международной комиссии в начале 20 века предлагались другие термины вместо термина «углеводы», такие как «сахара», слово «сахар», кстати, древнеиндийского происхождения, там же, где широко распространен был сахарный тростник и добывание из него сахара, или глициды от гликоз сладкий. Но, тем не менее, термины эти не прижились, и до сих пор мы эту группу веществ называем углеводами, хотя это не характеризует их строение. Давайте запишем определение. Что же такое углеводы? Определение, которое дает нам понимание именно о структуре этих веществ. Углеводы – это альдегида или кето, многоатомные спирты, или их производные полимеры. Для того, чтобы разобраться в строении углеводов, нам сначала нужно вспомнить. В этом определении упомянуты три функциональные группы углеводородов – альдегидная, кето-группа и спиртовая группа, группа OH. Давайте вспомним. Альдегида и кето-группа – это две ипостаси карбонильной группы, а многоатомные спирты содержат спиртовую группу в числе большим, чем один. На слайде вы видите пример альдегидной группы, кето-группы и несколько примеров многоатомных спиртов. Очень хорошо известны вам глицерин, двухатомный спирт, этилен, гликоль и многоатомный сорбит. Раз, два, три, четыре, пять, целых шесть групп OH у сорбита в структуре. Раз нужна кето- и альдегидная группа и как минимум две спиртовые группы, становится понятно, что самые маленькие углеводы должны содержать как минимум углеродный скелет из трех атомов углерода. Так и есть. Вот вы видите двух представителей, самых маленьких представителей группы углеводов. Слева глицериновый альдегид. Вот видите, формула напоминает спирт-глицерин, но вместо одной концевой спиртовой группы мы видим карбонильную группу, альдегидную. И диоксиацетон. Давайте разбираться, какие же функции выполняют углеводы у нас в организме. Прежде всего, это энергетическая функция. Основное наше топливо – это углеводы. Человек должен потреблять в день около 350-500 граммов углеводов, чтобы чувствовать себя нормально. Не менее 150. Иначе ткани начнут разлагаться. Человек впадет в состояние кетоза. Начнут защипляться жиры, избыточно и белки. Тем не менее, это не единственная важная функция углевода. Структурно-опорная функция. Здесь приведены примеры выполнения этой функции не только у человека, но и у некоторых других живых организмов. Это и целлюроза растений, и хитин грибов, и гетерополисахариды в соединительной ткани животных и человека. Углеводы выполняют и защитно-информационную функцию. Они представлены на мембранах животных клеток. Гликокаликс, мембранные рецепторы. Защитное вещество гепарин, сегодня о нем еще будем говорить. Гликопротеины нашей крови, вспоминаем, иммуноглобулины являются сложными белками, содержат олигосахаридные цепи. Дегликозилированные иммуноглобулины не умеют выполнять свою функцию. Большинство наших глобулинов и альфа, и бета, и гамма являются гликопротеинами. И в отсутствие необходимых углеводных цепей, либо не справляются со своей функцией, либо справляются с ней плохо. Ну и, наконец, пластическая функция. Из углеводов мы умеем синтезировать жиры, аминокислоты, а значит и белки, имеется в виду заменимые аминокислоты. Ну и входят углеводы в состав очень важной группы веществ, в состав нуклеотидов и нуклеиновых кислот, которые, как вы знаете, выполняют у нас функцию сохранения и передачи наследственной информации. Ну а отдельные нуклеотиды несут массу всяких функций, являются регуляторными веществами, являются аккумуляторными веществами, наши с вами АТФ тоже содержит кусочек углевода, рибозу. Я надеюсь, вы записали. Энергетическая, структурно-опорная, защитно-информационная, пластическая. Попробуем расклассифицировать углеводы. Поделим их на три больших класса. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Моносахариды – это углеводы, которые не делятся на другие единицы. Обычно они содержат 3, 4, 5, 6, 7 атомов углерода. В зависимости от того, какая функциональная группа присутствует в углеводородном скелете, альдегидная или кетогруппы, мы делим все моносахариды на альдозы и кетозы. Самые известные и самые важные в биологическом отношении для нас альдоза – это глюкоза, а кетоза – это фруктоза. Кроме того, моносахариды, в зависимости от того, сколько атомов углерода входит в их состав, делятся на триозы, тетрозы, пентозы, миксозы, гептозы. Если речь идет о кетозах, то очень часто в окончании названия кетоз встраивается суффикс «ул», и тогда получается название, похожее на ксилулозу, рибулозу, гептулозу. Вам должно это намекать на то, что здесь, скорее всего, содержится кетогруппа, и это кетоза. Олигосахариды – это полимеры, то есть соединения, состоящие из нескольких моносахаридных остатков, а именно от 2 до 10. Для нас наиболее важными в биологическом отношении являются дисахариды. Мы посмотрим на их формулы, обсудим их функции, состав чуть позже. А сейчас третий класс – полисахариды. Полисахариды мы тоже делим на две большие группы – гомополисахариды и гетерополисахариды. Гомополисахариды, соответственно, содержат число моносахаридных остатков более 10, обычно гораздо больше, но все они одинаковые, связанные каким-то типом связи. Про эти различия мы поговорим. И гетерополисахариды содержат чередующиеся разные мономеры, поэтому и называется гетеро. Слово «гетеро» разно. Запишите, пожалуйста, эту схемку, ее легко запомнить, и вы не будете путаться в классификации углеводов. Ну а мы вернемся к самым маленьким углеводикам – триозам. Эти две триозы запускают так называемые ряды – альдоз и кетоз. То есть самая маленькая альдоза – это глицериновый альдегид, и самая маленькая кетоза – это диоксиоцетон. Тетрозы встречаются у нас в организме, но… Да, вот для примера посмотрим на формулу глюкозы. Глюкоза у нас является гексозой, потому что содержит 6 атомов углерода, и альдозой, потому как у нее альдегидная группа присутствует у первого атома. Тетрозы, как я уже сказала, имеются у нас в организме, но гораздо более важную функцию выполняют в нашем организме пентозы – моносахариды из 5 атомов углерода, а именно две альдозы – рибоза и дезоксирибоза. Внизу вы видите циклические формулы, как они формируются, мы поговорим немножечко позже, а пока просто посмотрите и сравните их, и вспомните, где вы слышали эти корни – рибоза, дезоксирибоза. Конечно же, в названиях нуклеиновых кислот – дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая. Рибоза и дезоксирибоза – это пентозы, которые входят в состав нуклеотидов, и, соответственно, отдельных нуклеотидов и их полимеров нуклеиновых кислот. Обратите внимание, я специально поместила на слайд формулы с пронумерованными атомами углерода. Они здесь изображены за штрихом. Так они нумеруются в составе нуклеотидов, для того, чтобы нумерацию их углеродных атомов отличать от нумерации углерода в составе азотистых оснований. Не говорите потом, когда будете проходить нуклеиновые кислоты, что вы не понимаете, что значит 1-штрих, 2-штрих, 3-штрих. Отличие у рибозы и дезоксирибоза друг с другом у 2-штрих атома. Здесь у нас группа OH, а здесь кислород отсутствует. Именно поэтому эта молекула называется дезокси, без кислорода. Нужно сказать, что молекулы у нас не существуют в том виде, в котором мы их отображаем. Это, конечно же, проекция, это наш символизм такой. На самом деле молекулы совсем не так выглядят. Молекулы устроены таким образом, что если какой-то из атомов соединен с четырьмя различными заместителями, то молекула может существовать в виде двух изомеров, часто отличающихся по своим физическим свойствам очень значительно. Мы с вами говорили, что белки всех живых организмов построены из альфа-Л аминокислот. Избирали, что такое Л и Д аминокислоты. Вот теперь нам нужно понять, что такое Д и Л сахара. У диоксиацетона нет хирального атома, нет атома, около которого возможно стереоизомерия. А вот у глицеринового альбекита такой атом есть. И в зависимости от того, если мы располагаем правильно молекулу по фишеровскому правилу с функциональной группой вверху, куда смотрит у нас у аж-группа у центрального атома глицеринового альбекита, мы назначаем правосмотрящую молекулу, у которой эта группа смотрит вправо. Правым изомером или Д, или левым изомером или Л. Это родоначальники рядов Д сахаров и Л сахаров. И вот нужно запомнить, что если белки состоят из Л аминокислот, то как раз сахара мы предпочитаем использовать Д рядом. Наш гликоген Д по нашей глюкозы состоит из Д глюкозы, окисляемой Д глюкозу. Хотя есть у нас Л изомеры в составе гетерополисахаридов, но о них позже. Еще раз смотрим. Отсутствует у диоксиоцетона хиральный атом, поэтому у этой кетозы стереоизомерия невозможна. А вот у нашей любимой глюкозы очень даже возможно. Посмотрите, пожалуйста. Эти два изомера относятся друг к другу как зеркальное отражение. Если поставить вот здесь зеркало, то вы увидите, что это зеркальное отражение друг друга. Д и Л глюкоза. Точно так же, как относятся друг к другу наши с вами руки, ладони. Ладонями они совмещаются, а если вы наложите ладонь на тыльную сторону другой руки, то совмещения не будет. Именно поэтому такие изомеры еще называют хиральными изомерами. Вот слово хирус греческого – рука. И вам нужно запомнить, что в растворах обычно такие изомеры стремятся превращаться друг к другу. Мы наблюдаем явление таутомерии. Для каждого вещества устанавливается рано или поздно равновесие таутомеров в растворе, определенное их соотношение и баланс этот будет поддерживаться, если, конечно, не будет внесено изменений и не будет добавлено какого-нибудь изомера больше. Запишите, пожалуйста, термин таутомерия – существование веществ в нескольких формах, находящихся в равновесии, в нескольких изомерных формах. Ну, теперь немножко про структуры и про формулы, которыми мы будем пользоваться. В разных учебниках, в разных руководствах вы будете видеть разные формулы, отображающие структуру углевода. Вот такая линейная проекция, предложенная еще Эмилием Фишером, и называется формулой Фишера. Обычно располагаем функциональную группу кверху и расписываем положение у Аш-групп. Вот у нас у глюкозы не совпадает положение только около третьего атома. Это будет отражено во всех других формулах. Если кислородный мостик, образующийся при образовании циклической формы и полуацетального гидроксила, сейчас мы механизм формирования цикла рассмотрим, а пока смотрим, как это записывается. Если мостик отражен, то это формула Толлинса. Он предлагал таким образом циклическую форму отображать. Конечно, она не соответствует действительности, это совсем не такая длинная связь, а такая же связь, как и все остальные. Поэтому англичанин Хиуорс предложил новый вариант отображения формулы циклических углеводов. И здесь вы видите формулу Д-глюкозы имени товарища Хиуорса. Вот мы, когда реакции будем с вами обсуждать, чаще всего будем пользоваться именно формулами Хиуорса. Они гораздо лучше отражают происходящее на самом деле, хотя, конечно, конформационно глюкоза не существует в виде кольца, а принимает различные конформации кресла, лодочки. Ну, это вы обычно знаете. Ну, а вот теперь непосредственно образование циклического цикла и циклических углеводов, молекул углеводов и формирование полуацетального гидроксила. У нас с вами молекула, в которой сразу две очень реакционные группы, особенно реакционно-способная альдегидная группа и несколько спиртовых групп. Молекула достаточно длинная, поэтому она может изгибаться, и активная очень альдегидная группа реагировать со спиртовыми группами, причем со спиртовой группой расположенной как в пятом положении, так и в четвертом. При этом образуется гетероцикл. Обращаю ваше внимание на то, что 6 атомов углерода в глюкозе, тем не менее, в циклической формуле, она называется перонозной, шестым атомом у нас кислород. Не путайте, ребята, вы его все время теряете, почему-то у вас становится при образовании циклической формулы сразу 7 атомов углерода в глюкозе. Нет, 6 атом, вот он, сверху у нас сейчас находится. Обратите внимание, что при этом около первого атома вместо альдегидной группы образуется спиртовая группа. Вот это он и есть, так называемый полуацетальный гидроксил, то есть гидроксил, у которого скрытые свойства альдегида. Он реакционно способен, и очень часто он вступает в связь при образовании дисахаридов или полисахаридов, именно эта группа образует связь со следующим мономером. В связи с образованием цикла у нас возникает еще один тип изомерии. Полуацетальный гидроксил около первого атома может находиться кверху от плоскости кольца, либо к низу от плоскости кольца. Если он находится сверху, то такая глюкоза называется бета-глюкоза. Если же он направлен вниз, это альфа-глюкоза. В гликолиз у нас вступает альфа-Д-глюкоза. Запоминаем это и идем дальше. Кроме шестичленных перонозных циклов, глюкоза может образовывать и фуронозные циклы из пяти атомов углерода. Тогда у нас первый атом со своей альдегидной группой реагирует со спиртовой группой четвертого атома. Тем не менее, и у глюкофуронозы, и у глюкопиронозы сохраняется альфа- и бета-изомерия, потому что она определяется положением полуацетального гидроксила, того гидроксила, который находится около первого атома. Вот эти четыре циклические формы глюкозы, а также линейная, развернутая форма, тоже небольшое количество в растворе присутствует, они все время друг к другу взаимопревращаются. И это явление называется муторотацией. В растворе рано или поздно будет устанавливаться равновесие между ними определенное, характерное именно для раствора глюкозы. Ну а само слово, запишите, пожалуйста, взаимопревращение изомеров друг друга с последующим установлением равновесной концентрации каждого из изомеров. Назовем самые важные для нас олигосахариды. Как я сказала, это прежде всего дисахариды. Наш с вами столовый сахар или сахароза, состоящий из двух разных моносахаридов – глюкозы и фруктозы. Вот формулу здесь вы видите, потом чуть позже мы рассмотрим ее еще более подробно. Как я сказала, источником сахарозы для нас является прежде всего сахарный тростник, сахарная свекла. Другой дисахарид важный – лактоза или молочный сахар. Видите, коровка нарисована, дает корову молоко. Запоминаем. Лактоза, лактация, молоко состоит из двух моносахаридов, один из которых снова глюкоза, а вот второй – это изомер глюкозы, тоже гексоза, альдоза, галлактоза. Опять же, в слове галлактоза слышится корень лакт. Поэтому привязываем мысленно, мемонически, галлактозу и глюкозу к дисахариду лактоза. Ну и, наконец, мальтоза. Его совсем легко запомнить. Это две молекулы глюкозы, соединенные друг с другом. Фактически такая единица потом повторится у нас в составе крахма. Но в чистом виде мальтоза присутствует, это так называемый солодовый сахар. Вот здесь и формулы изображены, и видно, какими связями соединены у нас в лактозе, сахарозе и мальтозе моносахариды, пронумерованные атомы специально, чтобы показать. Вот простая альфа-1,4 гликозидная связь. И здесь вам, для вас еще… Да, вот это альфа-конфигурация химической связи, когда у первого атома углерода у нас полуацетальный гидроксид смотрел вниз, и, соответственно, связь конфигурировала через кислород, изображается вниз. Такая связь называется альфа. А вот у лактозы, обратите внимание, да, у галактозы полуацетальный гидроксид смотрел вверх, и связь получилась в бета-конфигурации. Это вот такой дисахарид, у которого связь бета-1,4. Наш с вами столовый сахар, сахароза, да, связь 1-2. Второй моносахарид – это китоза-фруктоза. Ну и здесь вам приведены еще два дисахарида интересных. Это дисахарид-треголоза, он еще называется мукоза, потому что встречается в составе грибов. Здесь вы видите две молекулы глюкозы, соединенные альфа-1,1 гликозидной связью. И целобиоза. Здесь бета-гликозидная связь – это, если говорить, что мальтоза – это структурная субъединица амилозы, амилопектина, то целобиоза – это как бы маленький кусочек, отрезочек от целлюлозы. Ну и перейдем, поговорим немного о строении гомо- и гетерополисахаридов. Нужно сказать, что… Да, на рисунке отображено, что гомополисахариды состоят из одного типа мономеров, а гетерополисахариды из разных. Но и те, и другие могут быть как линейными полимерами, так и ветвящимися. И вот нужно обратить внимание, что тип связи, который наблюдается в линейных полимерах, в местах ветвления, конечно же, не будет соблюдаться, потому что другой атом углерода должен быть занят связью в месте ветвления. Самый главный наш углевод полисахарид, гомополисахарид, который мы с вами едим каждый день – это крахмал. Почему-то иногда этот вопрос вас ставят в тупик. А какой же углевод мы потребляем в наибольшем количестве? Ребят, нет, ни свободную глюкозу, и даже ни сахарозу, а именно крахмал. С крахмалом мы получаем основную нашу порцию углеводов. И стоит вспомнить, что крахмал – это не одно вещество, а смесь двух веществ. Запишите, пожалуйста. Амилозы линейного полисахарида из альфа-Д глюкозы. Схематично будет, без ОН-групп. Можно так изобразить его. И разветвленного гомополисахарида из альфа-Д глюкозы – амилопектина. Видите, он как дерево ветвится. Итак, крахмал – это смесь двух веществ – амилозы и амилопектина. Амилозы – это линейный гомополисахарид из альфа-Д глюкозы. Амилопектина – это линейный гомополисахарид из альфа-Д глюкозы. Кстати, реакция изменения цвета йода на синий связана с тем, что амилоза в составе крахмала образует спирали, и внутрь которых атомы йода пробираются, и там меняют свой спектр поглощения, и цвет меняется с желтого на синий. Мы с вами использовали этот феномен, когда изучали активность амилозы слюны, ее действия на крахмал. Если крахмал не был переварен, то тогда йод менял цвет на синий, а после действия ферментов на него, когда крахмал распадался, спирали уже не было, и йод свой цвет не менял. Посмотрите, пожалуйста, линейные молекулы в линейном полисахариде амилозе молекулы глюкозы связаны альфа-1,4 гликозидной связью. А вот в месте ветвления у нас совсем другое соединение. Первый атом новой цепочки связывается с шестым атомом исходной цепочки, атомы кислорода в данном случае черным изображены. И это так называемая альфа-1,6 гликозидная связь. Еще один разветвленный гомополисахарид из альфа-Д глюкозы известен нам. Запасное вещество животных и человека похож по строению на амилопектин, но гораздо более часто ветвится. Зачем это нужно? Затем, чтобы было больше окончаний у этого дерева, больше веток, значит больше кончиков, к каждому из которых можно подойти и глюкозу отщепить, освободив ее для использования в организме. Животные, в отличие от растений, больше двигаются, им нужно больше энергии, единицу времени уметь освобождать, поэтому гликоген отличается от амилопектина именно более частым ветвлением. В составе гликогена мы увидим те же самые альфа-1,4 гликозидную связь и в месте ветвления альфа-1,6 гликозидную связь. Такую формулу вы должны уметь писать, это несложно научиться. Существует полимер глюкозы, очень похожий на амилозу, но состоящий не из альфа-глюкозы, а из бета-глюкозы. И та самая 1,4-связь, которая в амилозе находится в альфа-конфигурации, у этого полимера глюкозы находятся в бета-конфигурации, так называемая бета-гликозидная связь. Но мы тайно не делали, это известная вам целлюлоза, которая входит в состав клеточной стенки растений, из которой мы потом получаем и ткани, и бумагу, и которую мы на самом деле и потребляем с пищей в большом количестве, однако не усваиваем, а какая ее роль, скажем чуть позже. Не путаем. Амилоза содержит альфа-гликозидную связь, это часть крахмала, и целлюлоза, бета-гликозидная связь, полимер бета-деглюкозы. Приведем примеры и рассмотрим формулы некоторых гетерополисахаридов, имеющих важное значение в нашем организме. В основном гетерополисахариды – это молекулы, которые обеспечивают правильные свойства нашей соединительной ткани. Ну, всем известная девчонкам гиалуроновая кислота, которая с возрастом перестает работать, и приходится ее вводить извне. Представляет собой чередующиеся молекулы глюкуроновой кислоты и энцетилглюкозамина. Вот видите, здесь у нас ацетилированная глюкоза, а здесь глюкуроновая кислота, окисленная по шестому атому. Вспоминайте, уроновые кислоты окисляются по последнему атому, а ооновые по первому. Здесь глюкуроновая кислота. И состоящие из глюкуроновой кислоты и эноцетилированной галактозы, хондроитинсульфат. Если здесь у нас гиалуроновая кислота основное вещество межклеточной жидкости, удерживающее воду подкожной клетчатки, то хондроитин сульфат это гетерополисахарид хрящей, вот он так и называется хондро. Мы знаем его как составную часть или монопрепаратов для лечения воспалений хрящей, деструкции хрящей. Определённая его концентрация должна присутствовать для того, чтобы хрящи имели правильную консистенцию, не разрушались и способствовали нормальной работе наших суставов. Ну и про ещё один гетерополисахарид хотелось вспомнить. Гепарин, гепар печень, да, гепарин синтезируется в печени, циркулирует у нас в крови. Вот, кстати, производная эллидуроновая кислота здесь у нас входит, сурфатированные, да, и ацетилированные тоже. Сурфатированные, ацетилированные остатки здесь можно видеть в составе. Функция гепарина препятствовать свёртыванию крови, поддерживать её в текучем состоянии. Ну а мы знаем, что гепарин применяется как лекарственный препарат в случаях, когда нужно контролировать свёртываемость крови, сохранять её жидкое состояние. Прежде чем мы начнём говорить о переваривании углеводов, нужно вспомнить, да, как образовывалась гликозидная связь и что нужно для того, чтобы её разрушить. Чтобы восстановить гидроксильные группы около атомов, которые прореагировали и образовали гликозидную связь, нужно добавить в воду. Разрыв связи с добавлением воды – это гидролитическая реакция, да, помним. Соответственно, гликозидазы относятся у нас к классу гидролаз. И как же будет происходить гидролиз связи олига и полисахарида, мы с вами разберёмся после перерывчика. Продолжение следует... 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 представителями класса гидролаз ну а теперь будем писать прямо по отделам нашего желудочно-кишечного тракта ротовая полость ротовой полости у нас есть известны нам уже со всех сторон амилаза слюны которая расщепляет основной углевод нашей пищи крахмал до декстринов и небольшого количества мальтозы декстрины если вы помните это кусочки небольшие полимеры глюкозы остающиеся после разрывов линейных участков линейной амилозы и линейных участков амилопектина они могут содержать порядка 10 чуть больше чуть меньше и маномеров глюкозы их тоже если вы долго будете пищу держать во рту амилаза слюны подействует и на декстрин и и может образовываться некоторое количество мальтозы очень небольшое все-таки амилаза слюны это эндогликозидаза и она разрывает гликозидные связи внутри молекулы желудке гликозидазы у нас отсутствует не вырабатывается стенка желудка а амилаза слюны инактивируется в связи с большим количеством флороводородной кислоты и там мы помним что в желудке у нас очень кислая среда там действует протаза такая как пепсину который оптим паш полтора-два и амилаза желудке инактивируется то есть мы с вами записываем что в желудке переваривание углеводов останавливается в тонком кишечнике начинает свое действие панкреатическая амилаза изофермент нашей амилаза слюны они хоть и действуют на одну и ту же связь на альфа-1-4 и обе не действуют на альфа-1-6 гликозидную связь все-таки имеет разную первичную последовательность и свойства вот и оптимум паш панкреатическая амилаза несколько более щелочный да если вы делали практику на занятии у нас вы знаете что паш оптимум действия амилаза слюны приближается к нейтральному 6 8 7 но 7 2 то для панкреатической амилазы это несколько более щелочное значение в районе восьми дальнейшее переваривание образовавшиеся мальтозы а также других дисахаридов сахароза лактозы изомальтозы идет под воздействием дисахаридаз кишечника сахараза лактаза мальтаза соответствующие субстраты да сахараза для сахарозы лактаза для лактозы мальтаза соответственно для мальтозы тут легко запомнить потому что окончание а за характерно для названия ферментов а вот о за как вы сегодня убедились и это характеристика чего-то углеводного коза ревоза мальтозы амилоза дисахариды расщепляется до моносахаридов и таким образом конечным продуктом переваривания углеводов в нашем организме являются моносахариды давайте еще раз пройдемся по всему желудочно-кишечному трактуру посмотрим как постепенно меняется состав углеводов вот состава нашей пищи и к концу переваривания потребляемые с вами до смесь углеводов основной из которых крахмал но также содержится дисахариды а также большое количество клетчатки а именно целлюлозы а мы же едим с вами растения вместе с их клетки растений вместе с их клеточной стенкой под действием амилаза слуны из крахмала возникают декстрины небольшое количество крахмала все таки остается да и небольшое количество мальтозы может добавиться к этой смеси далее эта смесь встречает вместе с амилаза слуны кислую среду желудка где амилаза ингибируется а затем содержимое попадает в тонкий кишечник куда поджелудочная железа вырабатывает свою панкреатическую амилазу ведь она так и называется панкреатическая амилаза панкреатическая амилаза заканчивает расщепление крахмала декстринов и образуется смесь дисахарида дальше вступают в действие мальтаза лактаза сахараза кишечника заканчивая расщепление наших углеводов до моносахаридов обратите внимание что клетчатка наша проходит транзита не переваривается мы уже говорили это все потому что молекулы глюкозы в целлюлозе связаны бета-гликозидной связи а у нас нет бета-гликозидаз кроме лактаза лактаза она бета-гликозидаза надо потому что было если вы вспомните молекулу лактозы там была бета-гликозидная связь вот лактаза она бета-гликозидаза а больше бета-гликозидаз у нас нет и клетчатка в нашем организме не переваривать вот у лакопитающих жвачных животных у них есть специальный отдел желудка они что питаются в основном раститель полностью растительной пищей у них есть специальный отдел желудка в котором живут бактерии помогающие им переваривать клетчатку ну вот у нас такие бактерии не живут если поселяется то очень ненадолго и клетчатка в нашем организме выполняет совсем другую роль полностью ее от нее избавляться пищи не нужно наоборот это вредно не перевариваясь клетчатка так называемые пищевые волокна способствуют формированию кавовых масс и правильной перистальтики кишечника если не есть овощи и фрукты если исключить их из пищи то продвижение химуса затем формирование кавовых масс будет нарушена поэтому клетчатка важная составляющая нашей пищи но надо помнить что она не усваивается выполняет только опорную роль для кавовых масс и стимулирует перистальтику сосавшиеся углеводы стоком крови оттекается кровь у нас помним да через воротную вену поступает в печень хочу остановиться на некоторых моментах интересных в процессе переваривания крахмала как я сказала и альфа-амилаза слюны и панкреатическая амилаза расщепляет только альфа-1,4 гликозидные связи как же тогда мы можем получить расщепление альфа-1,6 связи для того чтобы полностью образовались только моносахариды потому что в результате действия амилаза и панкреатической амилаза слюны мы получаем с вами декстрины часть из которых остается разветвленными содержит альфа-1,6 гликозидную связь помогают нам справиться с местами ветвления специальные ферменты олига-1,6 запишите их название олига-1,6 гликозидаза и амила-1,6 гликозидаза в их названии уже фигурирует тип связи который они разрушают они умеют разрушать эту связь в составе амилопектина и в составе гликогена но находятся они в кишечном соке в небольшом количестве а основную роль берет на себя по ликвидации этой задолженности по ликвидации альфа-1,6 гликозидной связи фермент изомальтаза которая расщепляет изомальтозу помним это две глюкозы соединенные альфа-1,4 гликозидной связи а изомальтоза это те же две молекулы глюкозы только соединенные альфа-1,6 гликозидной связи это то что остается здесь когда все остальное отрезали вот это остается у нас изомальтоза которую разрушает фермент изомальтаза Но это не изолированные друг от друга ферменты, это целый большой ферментный комплекс, чуть позже я об этом скажу. А пока давайте посмотрим на следующий слайд. Вы очень часто говорите, что существуют изоферменты амилазы у нас в организме, это альфа, бета и гамма амилазы. Но это не совсем верно. Панкреатическая амилаза и амилазы слюны фактически являются изоферментами, потому что катализируют разрыв одной и той же связи и образование тех же самых продуктов, но отличаются по свойствам, как я сказала. А вот альфа, бета и гамма амилазы это скорее ферменты братья, похожие, но тем не менее действуют по-разному немножко и продукты образуются под их действием различным. Это кальфа амилаза, как мы сказали, эндогликозидаза, которая разрушает внутренние связи в линейных участках, образуются вот такие длинные декстрины, разветвленные или неразветвленные. Фермент бета амилаза у нас в организме не работает, работает у других организмов, это грибы, это низшие растения, это насекомые, умеет разрезать линейные участки на мальтозу. Вот как раз у бета амилаза количество образующейся мальтозы значительно превышает таковое при действии альфа амилаза. И наконец гамма амилаза или по-другому называется она амилоглюкозидаза. Чувствуете глюкозидаза, что-то там с глюкозой. Оказывается это экзогликозидаза, то есть она умеет отщеплять концевые участки. В основном это альфа-1,4 связанные участки она расщепляет, но иногда справляется и с альфа-1,6 гликозидной связью. Ее продуктом является свободная глюкоза. Она считалась долгое время лизосомальным только ферментом, тем не менее, в последнее время обнаружена на поверхности энтероцитов, в составе мембраны, на опекальной поверхности энтероцитов и участвует в пищеварении в том числе и в нашем организме. Ну а, да, это мы еще раз просматриваем, где у нас начинают работать десахаридазы в тонком кишечнике. И представляет собой этот фермент целый большой комплекс, привязанный специальным гидрофобным доменом с энтероцитов к мембране энтероцитов, то есть это так называемое пристеночное пищеварение. Фермент этот не плавает в просвете кишечника, а находится вот на щеточной каемочке энтероцитов. Вот посмотрите, да, утоплен у нас в мембрану энканцевой участок и далее образуется несколько отдельных доменов, вспоминаем, да, относительно обособленно уложенных участков полипептидной цепи с формированием активных центров для сахаразы вот в этом участке, так, и изомальтазы. Вот, надо сказать, что этот сахаразоизомальтазный комплекс имеет активность и по отношению к мальтозе. И по финалу, вот, если посчитать, сколько десахаридов расщепляется именно сахаразоизомальтазным комплексом, это будет порядка 80% от всех десахаридов, которые у нас там плавают. Приблизительно также устроены и ферменты, расщепляющие лактозу, единственное, я подчеркну еще раз, что это бета-гликозидаза, да, и мы с вами запоминаем, что всасываться у нас в кишечнике могут только моносахариды, то есть моносахариды – это конечный продукт расщепления углеводов у нас в желудочно-кишечном тракте. Давайте посмотрим, какие же механизмы всасывания моносахаридов у нас есть. В стенке кишечной клетки у нас находятся специальные белки-транспортеры, которые умеют распознавать моносахариды. Специальный белок-транспортер для фруктозы, глюкозы, галактозы. Механизма всасывания углеводов у нас в кишечнике два. Один из них – это так называемая облегченная диффузия по градиенту концентрации. То есть если мы с вами поели, наши ферменты сработали, и в кишечнике, в просвете кишечники образовалась большая концентрация моносахаридов, прежде всего глюкозы, конечно же, потому что съели мы в основном крахмал, то по градиенту концентрации глюкоза пойдет сначала в энтероциты, а затем в кровь. Это вот транспортеры, которые облегченно ее глюкозу оттранспортируют. Когда же концентрация выравнивается, а потом становится выше, чем в просвете кишечника, для того, чтобы не терять ту глюкозу, которую мы получили с пищей, начинают работать механизмы активного транспорта. Что такое активный транспорт? Активный транспорт – это белки, транспортеры, которые работают вместе с так называемым натрий-калевым насосом, с натрий-калевой АТФ-фазой, которая за счет энергии АТФ меняет внутриклеточные ионы натрия на ионы калия из внеклеточной жидкости. А транспортер глюкозу в данном случае может узнавать только если имеются ионы натрия. То есть глюкоза с помощью проводника иона натрия заходит внутрь клетки, а градиент натрия поддерживается активно за счет энергии АТФ и выкачивания этих ионов из энтероцита. Запишите, пожалуйста, два механизма всасывания моносахаридов в кишечнике. Это облегченная диффузия и активный транспорт. Надо сказать, что приблизительно так же обстоит дело и при абсорбции глюкозы в почках. Глюкоза – вещество водорастворимое, маленькое, в почках, фильтруется в первичную мочу, но куда же ее терять, это же ценное топливо наше, нам надо ее всю полностью забрать, реабсорбировать. И вот в почках работает похожий механизм, то есть до последней молекулы глюкозы. Все, что можно взять из просвета, будь то просвет кишечника или просвет канальца, наш организм пытается забрать, используя для этого все возможные способы. Ну, теперь мы посмотрим на график изменения концентрации глюкозы в крови в зависимости от приема пищи или от нагрузки глюкозы. Такое исследование позволяет оценить, все ли нормально с углеводным обменом, очень быстро и достаточно точно. У здорового взрослого человека концентрация глюкозы в капиллярной крови 3,3-5,5 ммл, эту норму вы все обычно знаете. В генозной крови концентрация глюкозы чуть выше, но мы запоминаем с вами вот эту, ее легко запомнить, 2 троечки, 2 пятерочки. Это концентрация глюкозы натощак, то есть тогда, когда мы несколько часов ничего не ели. Мы с вами выясним, какие механизмы включаются в нашем организме для того, чтобы эту концентрацию поддерживать, несмотря на отсутствие пищи. Ну, а сейчас посмотрим на так называемую гликемическую кривую. Что происходит с концентрацией глюкозы, если человек принимает пищу? Вот у нас от 0 от приема глюкозы, от нагрузки, да, мы видим нижнюю кривую. Уровень глюкозы повышается, повышается выше нормы. Обычно в воротной вене он достигает после еды 7-8, иногда 9-10 ммл. Ну, в периферической крови капиллярной эта концентрация падает, но все равно она выше, чем нормальные 5,5. Это может быть и 6, и 7 ммл. Такая концентрация наблюдается максимально к первому часу после приема пищи, а затем у здорового человека она начинает падать и возвращается к нормальному. Это должно произойти не позднее двух часов. Тогда человеку говорят, он здоров, у него не нарушена толерантность к глюкозе, то есть усвоение глюкозы идет нормально, видимо, и гормоны выделяются нормально. То есть это нормальная гликемическая кривая. Бывает так, что человек натощак приходит с нормальным уровнем глюкозы, однако после нагрузки гликемическая кривая резко идет вверх и долго не опускается, задерживается. Если через 2 часа уровень глюкозы у человека не опустился до нормального, говорят о нарушенной толерантности к глюкозе и расценивают это как преддиабетическое состояние. Ну и, наконец, у диабетиков глюкоза и натощак не в норме, и, конечно, после приема углеводной пищи она повышается и может длительное время оставаться на высоких значениях. В зависимости от тяжести диабета это могут быть как постоянно высокие концентрации, сопровождающиеся потом кетонами, так и стремительно растущие концентрации вплоть до формирования гиперосмолярных концентраций, выше 50 ммол на литр, когда возможно развитие не просто кетоцидотической гипергликемической комы, а именно гиперосмолярной комы. То есть это уже вот кривая характерна для больного диабетом. Запишите, пожалуйста, да, что тест на толерантность к глюкозе или оценка гликемической кривой позволяет сходу оценить метаболизм углеводов, усваивание углеводов у человека. Нормальное время, за которое уровень глюкоза должен вернуться. Но если не к исходному, то, во всяком случае, диапазон нормальных значений. Это 2 часа. У кого-то это происходит и раньше, через 1,5 часа, но в 2 часа гипергликемия не должна наблюдаться. И запишите, пожалуйста, что повышенное количество глюкозы в крови называется гипергликемия, а пониженное ниже 3,3 ммол на литр, что тоже бывает. Гипогликемия. На первом же занятии по углеводам мы с вами будем определять концентрацию глюкозы в сыворотке крови и разберемся, при каких же состояниях и заболеваниях наблюдается гипо- и гипергликемия. Ну а я хотела бы, да, вот, это как раз мы не дошли до пояснений, наши нарушения толерантности к глюкозе, диабетическая кривая и нормальная кривая. Хотела бы в заключении остановиться на том, что переваривание каких бы то ни было веществ, углеводов, белки или жиры, это всего лишь первый этап катаболизма в нашем организме. И хочу предложить вашему вниманию схему, вы уже биологическое окисление в лекцию прослушали, которые скоро на занятиях разберете. В целом уже понимаете, что такое ферменты, что такое гидрогеназы. Давайте с вами зарисуем схему, что же произойдет потом, внутриклеточно, внутри нашего организма после переваривания. Да, переваривание в ЖКТ – это первый этап. Мы с вами потребляем пищу, которая состоит, ну это животные, растительные ткани, животные ткани, которая состоит из большого количества макромолекул. Многие из них являются полимерами, белки, полисахариды, многие нуклиновые кислоты, многие просто очень большими, объемными, часто гидрофобными молекулами, как триглицериды, например. Первый этап – это, конечно же, их переваривание в ЖКТ, потому что всасывать мы можем только очень простые субстраты, аминокислоты, моносахариды, моноцилглицериды и свободные жирные кислоты, неэтерифицированный холестерин. Для этого нам нужен наш заводящий кишечный тракт и наши ферменты. Напоминаем себе, что практически все они гидрогеназы, потому что и пептидазы тоже нужны, для того, чтобы разрушить пептидную связь, нужно гидролитическую реакцию провести или пазе отщепить жирную кислоту от глицерина. Простые гидрогеназы наши, хорошие рабочие лошадки, которые позволяют нам приобретать внутрь нашего организма простые субстраты, например, мономолекулы, маленькие. Ну а далее эти субстраты током крови попадают в различные клетки, различных тканей и органов, где включаются в реакции катаболизма. Катаболизм, напоминаю, да, это та часть метаболизма, в которой молекулы разрушаются, а энергии химических связей освобождаются, ну а в нашем случае она аккумулируется у нас в виде нуклеозид-трифосфата, основным из которых является АТЛ, аденозин-трифосфат. Далее, что будет происходить? А дальше они будут включаться во всевозможные реакции преобразования. Не все, но значительная часть этих реакций будут реакциями окисления. Помним, да, что, так как и предполагал Паладин, окисление в нашем организме происходит путем дегидрирования. То есть каждый раз за шаг окисления мы отбираем водороды у наших субстратов, оставляя им только углерод и кислород, который потом выдыхаем в виде углекислого газа. Часть реакции является реакцией окисления дегидрирования. К чему ведут эти реакции? К тому, что образуются восстановленные коферменты ферментов дегидрогеназ. И это наши первые участники дыхательной цепи процесса биологического окисления, о котором вам на лекции Константин Александрович на прошлое рассказывал. Это НАДАЖ-2, ФАДАЖ-2, восстановленные коферменты дегидрогеназ. Они включают наши электроны в составе водородов, в электрон-транспортную цепь, цепь тканевого дыхания. И транспорт электронов вдоль этой цепи параллельно приводит к формированию электрохимического потенциала. Мы помним, что на каждую пару электронов, транспортируемую по цепи тканевого дыхания, три пары протонов водорода накачиваются из матрикса в межмембранное пространство, и возникает разность потенциалов и разность концентрации протонов водорода. В результате такой потенциал мы называем электрохимический. То есть мы его можем использовать, он действительно электрический, но он в то же время и химический, потому что вызван разницей концентрации ионов. Электрохимический потенциал реализуется у нас с помощью фермента АТФ-синтаза, которое фосфорилирует АДФ и таким образом сопрягает окисление и фосфорилирование, то есть синтез АТФ. Вот такое использование последовательное окисление простых субстратов, которые мы всасываем в нашем желудочно-кишечном тракте, внутриклеточно окисляем, расщепляем, еще раз повторю, не все реакции будут реакциям окисления, некоторые нужны будут как промежуточные для подготовки веществ к дальнейшему окислению, называется окислительным фосфорилированием. И существует только еще один другой путь получить АТФ в нашем организме, это трансферазные реакции переноса макроэргической связи и фосфата с так называемых макроэргических субстратов. Вы уже выучили ферменты, все хорошо знаете, кто такие ферменты трансфераза. Это ферменты, которые могут группу с одной молекулы переносить на другую. Так вот некоторые молекулы субстратов в нашем организме, некоторые поступают в него такими, некоторые образуются в процессе реакции, являются макроэргическими, то есть уже содержат ту связь, которую нам нужно построить в АТФ и фосфорную группу. И нужен фермент, который перенесет эту фосфорную группу вместе со своей макроэргической связью с субстрата на АДФ. При этом синтезируется АТФ. Обратите внимание, здесь у нас синтезируется АТФ за счет чего? За счет энергии электрохимического потенциала, который формируется во время действия электрон-транспортной цепи, предшествует этому реакция окисления, дегидрирования субстратов с формированием восстановленных ферментов дегидрогеназ. То есть здесь синтез АТФ идет сопряженно с окислением веществ. А здесь мы фосфорилируем АТФ, АДФ и синтезируем АТФ около субстрата, не используя мембраны метахондрий, не используя электрон-транспортную цепь. Такое фосфорилирование называется субстратным фосфорилированием. Посмотрите еще раз, пожалуйста, на эти два пути получения АТФ в нашем организме. Это имеет непосредственное отношение к тому, что мы будем с вами изучать в дальнейшем. Мы с вами начинаем изучать непосредственно катаболические реакции, последовательности их, будем изучать ферменты, которые их катализируют. Но суть одна АТФ, которую мы будем считать как энергетический выход окисления той или иной молекулы, например, окисления глюкозы, образуется в результате двух процессов. Либо окислительного фосфорилирования, либо субстратного фосфорилирования. Я бы хотела, чтобы вы эту схему зарисовали себе и прошлись по ней еще разочек. Ну а потом, когда начнете учить реакции, вам станет немножко понятнее. Это как бы общий взгляд на катаболизм. Ну а я сегодня быстро успела закончить. Так что прощаюсь с вами. Спасибо, кто был с нами, кто смотрел, кто составлял конспект. Всего доброго, счастья вам.